ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня мечта была с детства увидеть Гранд Каньон. Ты действительно видишь совершенно другую культуру, совершенно других людей. Группой поедем путешествовать в Лас-Вегас, Платиногувер, Гранд Каньон, Лос-Анджелес, парк Сиквоя, Сан-Франциско и потом Нью-Йорк. В путешествии за работой. Многие сегодня слышали о таком интересном направлении, как студенческие стажировки за рубежом. Но не все решаются на подобную практику. Чем полезен опыт работы в зарубежной компании и что собой представляют программы стажировки, расскажет Руслан Султанов, руководитель Международного студенческого центра Юнайтед. Расширяя горизонты. Важность стажировок в настоящее время очень велика. Молодым специалистам, тем, кто обучается, неважно, юрист, программист, какая специальность у вас, необходимо узнавать новое для себя. И стажировки дают такую возможность. Одна из программ, которая позволяет студентам это сделать, это программа Work and Travel в США, которая существует на рынке уже больше 50 лет по всему миру и в России последние 20 лет. Программа набирает популярность с каждым годом все больше и больше. Ее уникальность в том, что студент получает неоценимый жизненный опыт на территории США, зарабатывает деньги, тем самым окупая вложенные средства на участие в программе, получает практику английского языка и опыт работы на странной компании. Важный пункт в резюме. Стоит немного рассказать о специальностях, которые предлагают программы стажировок. Если мы говорим про Америку, то это работа в сфере сервиса обслуживания. Если у вас в резюме будет пункт, что вы проходили стажировку за границей, даже если вы работали официантом, то для любого работодателя это будет очень круто. И при выборе двух кандидатов предпочтение будет отдано вам. Виза, которую получают студенты, это не туристические визы, это рабочие визы. Студент имеет право получать зарплату, платить налоги, чувствовать себя настоящим американцем на протяжении 3-4 месяцев своих летних каникул. Но обязательное правило вернуться обратно в Россию и продолжить обучение. Как проходит процесс оформления документов? Если студент решил, что ему эта программа интересна, он должен обратиться в один из офисов агентства в своем городе. Преимущество таких программ в том, что они самоокупаемы. И студент, участвуя в стажировке, имеет возможность работать и зарабатывать. По всем рабочим местам предоставляется проживание. То есть студент, который выезжает, он четко знает, где он будет жить. И в описании рабочего контакта прописываются условия. По зарплате, по проживанию, по питанию, по транспортировке. Все эти нюансы оговариваются изначально. После двух месяцев работы каждый участник программы получает возможность целый месяц путешествовать по США, выбрав наиболее интересующий маршрут. Посещать самые интересные места, осматривать достопримечательности и знакомиться с местной культурой. Ярмарка вакансий. Еще одна из опций – это участие в ярмарках вакансий. Мы ежегодно привозим в Россию 4-5 крупных работодателей. И они проводят личные собеседования со студентами здесь, в России. Студент с родителями может прийти на эту ярмарку вакансий, пообщаться лично с работодателем, задать необходимые вопросы, прослушать презентацию и подписать на месте рабочий контакт. Безопасность на высшем уровне. И эти программы находятся под присмотром американского госдепартамента. И ежегодно идет проверка. Стажировка за границей – уникальная возможность для студентов приобрести новые знания, закрепить навыки на практике, повысить уровень иностранного языка, увидеть мир и, конечно, получить незабываемые впечатления. Юля набрала больше тысячи лайков. Осталось узнать, какой подарок ей приготовила Лена. Лена, пока ты отдыхала на море, я набрала больше тысячи лайков. Где мой подарок? Ну что, готова? Юля, ты самая красивая! Мы тебя ждем на Кипре! Приятный сюрприз ждал не только Юлю. Участницы рубрики «Успех во всем» вышли на финальный этап своего пути к преображению. Здравствуйте, друзья! С вами проект «Успех во всем» и я, его ведущий, Василий Кузнецов. Настал самый интригующий день для всех организаторов и участников. Мы с вами увидим настоящее преображение, кардинальную смену образов всех участников команды «Успеха». Итак, праздник красоты начинается! Позади почти пять месяцев упорной работы над собой, испытания собственных возможностей, познания секретов красоты. В основу лег научный подход к физическому совершенствованию участниц. Команда врачей клиники «Приоритет» провела комплексное обследование, результаты которого использовались в тренировочном процессе и эстетическом преображении. Приобрести новую форму участницам помогли также тренеры и специалисты по питанию фитнес-центра «Колизей». Пять месяцев тренировок и принципиально новые пищевые привычки дали свой результат. Специалисты «Бабар Бьюти Спа» составили для каждой из участниц программу омоложения лица и тела, а на пижамных вечеринках наши героини закрепили навыки правильного домашнего ухода и научились быть по-настоящему женственными. Сегодня очень ответственный день. Идет работа по созданию финальных образов. За преображение участниц отвечают стилисты «Бабар». День уходов. Уходов «Бабар» с очищением кожи и с ампулой, которая дарует волшебную кожу. После этого наши девочки занялись тем, что составляют роскошь для каждой женщины. Это их волосы. Был подобран образ, отточен, подготовлены цвета, подготовлены какие-то модели причесок, немыслимые ту, которую никогда еще в жизни не делала ни одна из наших участниц. Здесь и сейчас происходит это волшебное преображение. Перед сегодняшним днем преображения мы провели большую работу по оздоровлению волос участниц, подготовили их к окрашиванию. Участница нашей рубрики решила поддержать и легендарная компания «Перимфэшн». Новые образы девушек имиджмейкер Наталья Карпова совместно с экспертами модных марок собирает на основе коллекции известных американских и европейских брендов. Проект растет. Он не такой, как в прошлый раз. Организаторы предоставили возможность удивительную совершенно, на мой взгляд, не просто пойти по пути учета особенностей природной стилистики, целей, задач, с которыми участницы пришли в проект, а попытаться их понять через философию бренда. Безусловно, у каждой из девушек был запрос, который мы стремились исполнить в том или ином формате, конечно, с учетом того, что предлагают наши бренды. И работать было интересно, потому что, ну, вы понимаете, вы видели каждую из участниц, каждая из них очень яркая, индивидуальная, каждая из них богиня. Безусловно, все они очень-очень красивы. И у каждой, то, что называется, вот есть свои пожелания к тому образу, в котором они у нас выйдут по итогу этого проекта. Все хотят преображения, да. Кому-то было сложнее это делать, кому-то проще, потому что кто-то привык к себе повседневной, да, и перебороть, скажем так, вот эти представления о себе порой бывает сложно. Но, как показала практика, 15 минут нахождения в новом образе, они дают положительные результаты, и поэтому буквально в такие короткие сроки мы девушкам давали новое ощущение себя. И вот он, волнующий этап проекта. Преображение участниц. Наталья Расцелуева, главный бухгалтер Театрового моста. Наталья Валахатых, генеральный директор фитнес-центра Колизей. Лариса Пшеничникова, директора аудиторской фирмы «Мастер Аудит». Анастасия Черных, врач-эксперт по питанию, фитнес-директор центра Колизей. Светлана Черникова, доцент заведующей кафедры менеджмента Государственного аграрно-технологического университета. Татьяна Мальцева, бизнес-вумен. Инна Наговицына, певица. Марина Полагалова, бухгалтер охранного предприятия «Сатурн Безопасность». Ольга Тупицына, декан факультета экономики, финансов и коммерции Государственного аграрно-технологического университета. Преображение состоялось. В следующем выпуске мы узнаем имя победительницы. Определится самая спортивная, успешная и популярная участница. Кто ей станет, зависит во многом и от вас, наших телезрителей. Голосуйте за лучшую, по вашему мнению, историю преображения в группе «Фитнес-центра Колизей» и ждите итогов голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова